Согласно ведическому знанию, есть четыре основных системы мировоззрений и, соответственно, организации сообщества. Первая система — это та, которая появляется в сообществе, где большинство людей считают себя физическими лицами или телами. Понимаете, если мы себя считаем телом, то самая важная для нас становится безопасность, соответственно, мы боимся, мы находимся в страхе потерять это тело. И самым сильным, самым главным становится тот, кто убивает, кто насилует, кто самый сильный. Таким образом, несложно догадаться, какие сообщества в наше время подходят под эту категорию. Тоталитарные или авторитарные сообщества имеют такой момент. Какая тут проблема в этих сообществах? Не только то, что это не цивилизованные сообщества, но главное — эти сообщества мешают развитию личности, что категорически противоречит ведической точке зрения. Они просто неприемлемы с ведической точки зрения. Если же люди, основное количество людей ассоциируют себя с энергией, со здоровьем, они хотят активности, впечатлений, то, соответственно, это уже несколько другой уровень организации сообщества. В таком сообществе главным или ведущим становится тот, кто обладает большим количеством энергии. А кто это? Конечно, это наиболее богатые люди, потому что деньги — это разновидность энергии человечества. Соответственно, тоже не так сложно понять, что это за страны, которые культивируют потребительство. Естественно, потому что потребление — это энергия, и это очень важно для этих участников сообщества. Прежде всего, западные страны, Западная Европа, Америка. Проблема в чем? Что люди в этих сообществах испытывают не свободу, а иллюзию свободы. Почему? Просто потому, что они зависимы от потребления. А любая зависимость — это и есть несвобода. Конечно, это общество более развито. Появляются какие-то ростки свободы. Это называется демократия. Но из-за отсутствия знания на самом деле это псевдо-свобода. Потому что зависимого человека очень легко подтолкнуть к тому или иному действию. Просто потому, что он зависим. Следующее сообщество или уровень сообщества формируют люди, которые посвящают себя уму, эрудиции, мыслям. Они считают, что очень важны идеи. И, конечно, старшим в таком сообществе становится тот, кто самый идейный. Это общество можно назвать цивилизованным только в одном случае, если эти идеи соответствуют законам мироздания. Мы знаем такие сообщества, например, СССР, который в своей природе был материалистической идеей. Соответственно, он не имел никакой перспективы, потому что материализм противоречит законам мироздания точно так же, как идеализм противоречит. Потому что это неполноценное мировоззрение. Поэтому и СССР был обречен точно так же, как был обречен ИГИЛ, который, например, или Иран, которые основываются на религиозных идеалистических идеях, не включая в свое мировоззрение материальную часть. Интересно, что сейчас в современном мире появляются такие сообщества на основе технологических идей. И действительно, эти сообщества имеют большие перспективы, потому что они не делят мир на материальный и духовный. Они просто занимаются развитием технологий, независимо от того, какие они духовные или материальные. Соответственно, грядет изменение. Это новая эра технорей, технократов, которые, естественно, постепенно перехватывают власть у предыдущих элит. Что мы видим теперь? Мы видим теперь, что современные элиты пытаются, естественно, уничтожить носителей технологического развития. Потому что боятся потерять власть. И, наконец, есть еще один уровень. Это уровень непосредственного восприятия мироздания. Это уровень свободы от идей. Это уровень развития личности на основе дхармы. И, конечно, самым большим эффектом такого развития становится счастье. И, естественно, лидером такого общества будет самый счастливый человек или самые счастливые люди. Это, конечно, потрясающе, потому что это совсем иное сообщество. Вряд ли такие сообщества существуют в этом мире в больших объемах, хотя в небольших группах, конечно, они существуют. Мы знаем прекрасно отдельные городки, которые сейчас появляются все больше и больше в этом мире. Понимаете, что интересно? На сегодняшний день все наше человечество поделилось между вот этими группами мировоззрения. А именно много таких стран авторитарных, которые буквально людоедские, которые не дают людям свободу. Соответственно, люди не могут развиваться. Другая группа – это, как мы уже сказали, Европа, Америка и многие другие страны. В том числе, кстати, такие, как Украина до сих пор, Белоруссия, Польша. Это страны, которые занимались потребительством. Соответственно, были вот на таком же уровне, как и Западная Европа в плане мировоззрения. И, соответственно, сейчас, когда началась эта война, когда эта война переходит в совершенно другую стадию, затяжную, страшную, кровавую. И когда объединился дух Украины и других окружающих стран, у меня такое впечатление, что появляется что-то новое. Что этот дух несет какую-то новую идею. И, возможно, впоследствии у нас будет шанс присутствовать в проявлении сообщества на совсем другом уровне. На уровне именно свободы от идей, на уровне духовной свободы и дхармы. С предназначения каждого человека. Вот такие дела. Ну, а что касается власти, как это все происходит, мы все хорошо видим. Я уже об этом говорил, но я не устану об этом повторять. Что у нас происходит в Европе, что у нас происходит в Америке. Прекрасно. Началось все с пропаганды феминизма, свободной любви. В результате белая раса в этих странах и в окружающих странах постепенно, ну, как это, вырождается. Вот, кроме этого, ограничение свободы за счет пандемии или пользуясь идеей пандемии. Соответственно, усиление социального распределения. А когда люди получают что-то по социальному распределению, то есть не вкладывая свои усилия, они становятся ленивыми, они перестают развиваться. Дальше. Это наполнение людей страхами. Соответственно, еще ухудшается рождаемость, получается вырождение. И, наконец, наполнение этих стран людьми другой культуры. То есть разбавление культуры, которая способна нести прогресс. Очень интересно. Что же касается в Российской Федерации и ближайших странах, то же самое, даже еще проще. Здесь просто уничтожена промышленность, просто уничтожено образование, просто уничтожены старики. Мы все знаем, что они просто уничтожаются. Мы все знаем, что население очень быстро уменьшается, по-моему, по миллиону человек в год, только в одной Российской Федерации. А теперь и начата война, которая уничтожает и молодых людей. То есть старые элиты и в Европе, и в Азии делают одинаковые вещи, уничтожают всех, кто способен противоречить, способен противостоять вот этой старой элите. Очень понятно. Вот этот вот посыл, идея, в общем-то, это всегда было свойственно к Аль-Юге. Что мы дальше видим и должны сказать, что Украина, Польша, Белоруссия выпали из этой вот трактовки. Хоть мы и говорим, что Украина поклоняется западным ценностям, это неправда, там нету такого, нету. То есть есть как бы внешняя показуха, что мы вроде бы за свободу, там в любви, на самом деле этого нету. Но во всяком случае так украинцы говорят. В Польше, вы тоже обратите внимание, они не пускают никаких посторонних культур. Они развиваются в рамках духовной достаточно и противостоят вот этому современному укладу европейскому. Соответственно, эти страны образовали какой-то такой вот момент переходной. И не там, и не там. И они фактически свободны гораздо больше, чем и Россия, и Европа. Вот именно это и является причиной, настоящей причиной, почему элиты современные хотят уничтожить эти страны. Потому что, на мой взгляд, сейчас происходит просто уничтожение. Потому что, если вы спросите, какой смысл, какая цель у России уничтожения Украины, никто вам не сможет ответить по-настоящему. Цели нету. То есть созданы условия, когда идет просто уничтожение. Даже название этой супероперации, денацификация, подразумевает уничтожение нации. А я вам больше скажу, что следующие на очереди, соответственно, Польша и Белоруссия. Но Белоруссия уже оккупирована. Собственно, вот этот факт оккупации Белоруссии, который я обнаружил в карте Белоруссии, и подстегивает меня все это рассказывать и об этом говорить, чтобы мы имели возможность увидеть весь этот исторический процесс во всей своей красоте и уникальности.